Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН, канале на котором вы всегда найдете что посмотреть по танкам и поверьте на этом канале всегда свежее видео по поводу того что выходит в этой игре, а еще анонсы того что будет происходить. Поэтому стоит подписаться на данный канал если вы хотите быть в курсе и видеть абсолютно честное видео и слышать абсолютно честное мнение автора по поводу того что в этой игре произошло. Итак ребят сегодня субботнее утро и ребята разработчики решили немножко поприкалываться а еще у них сбилась рука если раньше предыдущие две рулетки по своей стоимости если идти до конца соответствовали наполнению самой рулеточки то в этом случае я такого сказать не могу. Свей в рулетке появился всего лишь 11 прокрутов и вроде бы как бы не сильно дорого но по факту 11 прокрутов обойдутся вам в целых 10 тысяч 30 голды. 10 косарей за свея это конечно перебор особенно с учетом того что вы по большому счету отсюда ничего толкового не забираете ну окей хорошо 7 дней према и допустим обвес хранитель неба в отношении обвеса в виде пулеметика d2 ну как бы не знаю мне кажется не самое лучшее что можно придумать хотя на многих танках действительно смотрится неплохо. Все на этом список хороших предметов в этой рулетке для меня лично заканчивается свея не имеет какого-то отдельного легендарного внешнего вида поэтому он просто будет выглядеть вот так даже если вы его заберете с первого прокрута. И это с одной стороны круто а с другой стороны дает понимание что нет понятия того что забрать свея на последнем прокруте или предпоследнем но по шансам ребят все таки наверное есть потому что шанс выпадения машины 0,08 что потенциально подталкивает к мысли о том что ну наверное не на первых прокрутах большинству игроков свей достанется. В отношении стоимости рулетки стоит отметить что если вы заберете свея до восьмого прокрута включительно то в целом окей нормально потому что в таком случае за свея ну и ту шелуху которую к нему положили вы отдадите 3380 голды и да окей своих 3500 свей действительно стоит. Машина интересная, играбельная и мы обязательно ее заценим чуть позже выкатив ее из ангара у меня на основном аккаунте. Если вы крутнете 9 раз то тогда уже свея обойдется вам в 5280 и это уже перебор причем все равно что при этом вам выпадет из этой рулетки. 10 прокрутов это 7780 ну и как я говорил 11 прокрутов 10 030 голды короче говоря начиная с восьмого прокрута дальше крутить смысла нет никакого абсолютно. У меня есть свей на основном аккаунте и поэтому я не вижу абсолютно никакого смысла крутить на основе эту рулетку ну а на данной рулеточке поиграю на своем твинковом аккаунте здесь у меня есть 2200 голды может быть повезет может быть нет но в любом случае сливаю голду исключительно для того чтобы вам показать шансы потому что свей на этом аккаунте мне абсолютно не нужен и честно говоря если бы не необходимо снимать видео и не порадовать вас данным видосом я бы этого ни в коем случае не делал. Поэтому надеюсь на то что вы в благодарочку подпишитесь на канал и обязательно прожмете сейчас лайкос спасибо вам большое за благовременно ну что ребят давайте будем крутить 30 голды че дадут. Я даже не сижу не надеюсь ни на что потому что кроме свея мне тут вообще ничего не интересно ну вот за 30 получаю 50 тысяч серебром в целом то серебро которое я могу абсолютно спокойно получить за один бой играя на каком нибудь условном левчике устаревшим как все думают на восьмом уровне и в целом те же самые деньги у меня в кармане. 2000 свободки ну не знаю окей хорошо за 50 золотом может оно того и стоит сотня че даст мне сотня это получается 180 я уже голды слил получил получил 30 бустеров боевого опыта ну не знаю может быть если прям прокачиваешь какую-то ветку хотя я бы не тратил. Может я слишком жадный до растрат золота и слишком переоцениваю важность этой игровой валюты в этой игре но мне кажется что все таки приобретение не сильно соизмеримо хотя лучше чем анимированный аватар но я уверен что и он мне тоже достанется. Если получу свея сейчас ну будет классно будет классно потому что данную машину в принципе можно будет продать за отсутствием необходимости он и на данном аккаунте и вернуть назад себе золото которое я потратил. Ну а и ничего удивительного ребят полностью не удивляющая рулетка вот напрочь не удивляющая 950 голды это мой последний прокрут я уж точно не собираюсь 7 дней према класс. Как это сработало все? Нас заглючило ребят нас заглючило рулетка дала быстрее мне приз нежели показала его в рулетке давайте что тут нет не сработаемся да ну все ребят на этом для меня рулетка закончилась теперь давайте посмотрим на шансы значит осталось 4 награды соответственно осталось 4 прокрута и у меня шансы выпадения тачки 4 процента. Поэтому однозначно однозначно дальше будет анимированный аватар сначала мне кажется абсолютно ненужная вещь за такую стоимость дальше будет у нас D2 ну и потом уже если сильно повезет то перед хранителем неба вы все таки сможете забрать себе свея и таким образом отдадите суммарно за рулетку 7780 по моему бесследственная трата голды я бы рекомендовал вам эту сумму золота просто попридержать либо до более толковой рулетки либо просто купить себе танк который появится в магазине машину о которой вы мечтали я же со своей стороны слил 2000 золота в никуда и переходим ко мне на основной аккаунт для того чтобы выехать на свея в бой Своя машинка интересная и на ней действительно порой очень классно можно погонять но вопрос просто ценника за который вы этого свея себе где-либо возьмете купите его в магазине или достанете его из рулетки внешний вид по машине действительно интересный классный мне очень сильно нравится вот эти вот по бокам выступающие части гусениц зубатые такие да и в целом тачка прорисована довольно неплохо в отношении внешнего вида у меня к ней вопросов абсолютно никаких нет По играбельности тоже вполне себе приемлемая машина вполне себе приемлемый средний танк с вполне нормальной подвижностью в 55 километров в час вперед и целых 20 километров в час назад в отношении орудия тоже все действительно очень бодро время сведения божественное 2,3 разброс 0,385 И при этом всем ребят мы имеем дпм в 2100 который я бы сказал не сильно легко реализуем но вполне возможно его реализовать если нормально привыкнуть к этой машине и играть вместе со своей командой а не лезть на передовую самостоятельно То что подкачивает в свея это время перезарядки 8,3 секунды это с учетом установленного досылателя но при этом всем вы имеете 290 единиц альфы что в целом для 7 уровня неплохо против восьмерок понятное дело играется просто Ужасно потому что вас пробивают абсолютно все ну и я бы не сказал что вы являетесь самой крутой и живучей машиной 1200 единиц по хпшке для восьмерок это ну как бы ни о чем Классный угол склонения орудия вниз в целых минус 10 позволяет очень качественно приятно отыгрывать на всякого рода неровностях летать по всякого рода барханам ухабам короче говоря в отношении склонения орудия здесь вопросов абсолютно никаких нет Ну что ребят берем тачку поехали покатаемся Ну что друзья поехали и честно говоря в этом бою мне повезло прям как утопленнику мало того что преобладающее большинство моих соперников это восьмерки Так плюс к тому из семерок есть драпула и если он в руках умелого игрока ну тогда можно сказать что против нас в принципе играет команда восьмерок Я не могу сказать что свей это слабая машина он классный он интересный в нем что-то безусловно есть и время сведения просто идеальное Но машина все-таки не сильно живучая поэтому подойдет далеко не каждому игроку и далеко не каждый игрок сможет реализовать тот потенциал который в машине есть В боях против восьмерок реализовать этот потенциал еще сложнее ну и соответственно у вас очень сильно сужается спектр использования данной машины Во-первых зависит от карты во-вторых зависит от того сколько восьмерок против вас в бой попало В-третьих насколько хороша ваша команда насколько хорошо они будут вас поддерживать ну и соответственно сможете ли вы поддерживать их Короче говоря этих если действительно очень много именно поэтому я считаю что максимальная цена на свея это три с половиной тысячи голды И то человеку который уже собрал большую коллекцию танков и ему надо что-нибудь новенькое чтобы просто было в ангаре Тогда да тогда окей можно покупать и не стоит свея как коллекционную семерку путать с другими крутыми коллекционными семерками Понятное дело что он рядом не лежал ни с кушаком ни с уничтожителем ни с подобными машинами Поэтому говорить о том что свея стоит наравне с другими коллекционными танками седьмого уровня я не осмелюсь Сейчас подъедем чуть поближе попытаемся поднакидывать вот он дракула Я так понимаю что все таки в не сильно умелых руках он находится и это меня радует Потому что шансы на то чтобы что-то здесь зарешать порешать в принципе какие никакие все таки есть Сейчас перезарядимся Время перезарядки ребят подкачивает очень сильно Если к уровню живучести и бронирования можно еще там как-то привыкнуть То в отношении времени перезарядки ты прям постоянно ощущаешь недостаток данного показателя Остались мы 4 на 4 Экранированный блин прям все здесь Спасибо вам большое что вы меня не пробили Как это получилось я честно говоря сам в недоумении нахожусь Но слава богу повезло так повезло Да два раза не повезет правильно Ну дайте хоть какой-то урон накинуть им Есть Ребята союзники подзарешайте чего-нибудь пожалуйста Если это возможно Сейчас будет одно из двух Либо меня разнесут Либо меня разнесут Меня разнесли Причем сделал это часе который приехал абсолютно из ниоткуда незаметно Ну да бог с ним ребят Разобрали да и разобрали Понимаю чем дело закончится Навряд ли здесь будет победа В любом случае хотя бы по очкам захвата Команда проиграет Но могу сказать только одно На этом канале вы никогда не найдете Видео Точнее по просмотрам видео У вас никогда не создаться впечатление Что в этой игре все радужно Все великолепно Всегда все получается Все танки очень крутые На всех танках нагибают И накидывают огромное количество урона Вывозя с собой постоянно только знаки классности Какой-нибудь степени Или вообще с мастерами и колобановыми Я ничего не выбрасываю из своих видео Потому что хочу чтобы вы видели танки такими Какие они есть на самом деле Без приукрашений Без пиара И без попытки показать какой я конкретно крутой танкист В данном бою сложилось именно так И как вы видите Свэй играется крайне своеобразно Он с одной стороны неживучий Но порой удивляет тем что танканул У него очень классное время сведения Но при этом подкачивает время перезарядки Скорость полета снаряда далеко не идеальна Это показал один из выстрелов по Дракуле в данном бою Ну и по результативности Как вы видите конкретно в этой катке Я нахожусь среднячком С удовольствием поблагодарю ребят Которые играли со мной в одной команде Проиграли да и проиграли Ничего страшного В конце концов проиграли в игре А не в реальной жизни Я думаю все остальное Должно беспокоить игроков гораздо больше Я имею ввиду реальная жизнь А не какие-то проигранные катки Обязательно поблагодарим наших соперников За то что они красиво и качественно отыграли Они действительно большие молодцы Ну и мне как видите тоже поставили лайк Что мне честно говоря безумно приятно Вот такой вот он свэй И безусловно платить за него 10 тысяч в рулетке Это перебор И в лучшем случае танк необходимо забирать на восьмом прокруте Как я говорил тогда он обойдется вам в 3380 Это объективная нормальная цена для данной машины Все что дальше уже бессмысленно Пошел снимать следующее видео специально для вас А вам друзья мои Искренне желаю подписаться на мой канал Обязательно поставить лайк за мои труды и старания А еще мира и обязательно спокойствия Пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok